Всем привет! У микрофона Веля, дамы и господа! 22 число прямо сейчас, то есть я выпускаю ролик 22 числа, вот, собственно, и очень много ребяток и Велясик всё давать там про обнову, все дела, когда, чё, кого выходит. Сегодня всё поподробнее, потому что чем ближе мы к обновлению, тем больше информации, тем больше роликов, где я буду рассказывать вам про всякие интересные фишечки, которые нас ждут в игре. Ну и прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал, колокольчики обязательно, чувачки, это разговорный формат, я здесь разговариваю, мне очень важно, чтобы вы писали своё мнение в комментариях. Прямо сейчас, не пыли, точно, ты там, па-па, пошли какой-то там, типа, отрывок, этот, ролика, и такой, о, у меня офигевель, и напиши его в комментариях. Прямо делай это надо, срочно, потому что, как говорится, очень много я черпаю всякой информации тоже с комментариев. И так, ребятулечки, всё, 22 число, у нас сейчас выходит ролик, да у меня прямо сейчас, то есть я прямо сейчас, вот сейчас записываю ролик, чтобы потом его выложить на канал. Собственно, 0.20.0 у нас скоро будет, осталось чуть меньше месяца, ребята, осталось чуть меньше месяца, боже мой, до обновления, до самого, до самой крупной обновы вообще в этом году. То есть у нас в году только одна крупная, большая, масштабная обновление, там всякие, там, типа, 5 years, хэллоуины, там, новогодние обновления тоже выходят, но самая крупная именно, вот, собственно, раз в году. Это у нас сезоннее обновление, это у нас новый сезон и так далее. Значит, в телеграме общался, комментарии ваши читал, кстати, в телеграм, ссылочка в описании, подписывайся, там, почти 200 тысяч, ну, типа, человек. Прямо сейчас, сам, внизу ссылочка в описании, читаю везде всё, что мне только пишут, всё читаю, всё анализирую, знаешь, думаю, сижу, типа, ммм, так, а что же там, разработчики, может быть, что-то есть, какая-то зацепочка и так далее, зацепочки, конечно, есть, об этом я, собственно, сегодня вам расскажу. Ну, но у нас, собственно, по поводу скелетона, да, вот, многие, я уже сколько стримов провожу по поводу, там, типа, там, это, там, вкидываю какую-то информацию по поводу скелетона, как бы, вывести такие вилясик, давай ролик отдельный, такой, да, без проблем, да, пожалуйста. 0-20-0, самое крупное обновление, сезон, не обновление, что получается, это уже какой у нас сезон, мейбом, какой у нас сезон, уже четвёртый сезон нас ждёт, собственно, да. Четвёртый сезон обнулят нам все вот эти вот звания и так далее, всё обнулят, будем, как говорится, играть в матчмейкинг по-новому. Новая карта, это, само собой, скины, там, типа, всё это, переработанный сэнстоун, я очень сильно надеюсь. По поводу ножа, ребятушки, очень много сомнений, как у меня, так и у других ребят, которые там копаются в файлах, которые там копаются в пакетах и так далее. По поводу этого, типа, знаешь, ну, скелетон, ну, понятно, но уже все мы об этом говорим, и в трейлере будет понятно, что за новый нож нас ждёт. И, наверное, 90% я вот думаю, что скелетон, но почему-то, почему-то у них всё больше и больше информации, говорят, по поводу нового ножа Кукри. Я не знаю, почему Кукри. Типа, знаешь, следующий сезон будет а-ля в стиле, типа, Дикого Запада, все дела, типа, там это, Кукри, там, Фегато, там, туда-сюда, там, или там в стиле, или в стиле, там, джунглей. И, по-моему, короче, вот этот вот какой-то будет стиль, определённый стиль для обновления, типа, и новый нож будет именно в этом стиле. Вот интересно, парни, что вы думаете, но всё равно, как говорится, больше информации про скелетон я получаю, что, типа, что скелетон, все дела, там, типа, что будет классная проработанная анимация, что, кстати, есть ещё информация про то, что скелетон, знаешь, какие будут скины иметь? Типа, ты замечал, что у нас, типа, там, там, допустим, если мы берём Дуал Дайгерс, там, типа, Демоник Стил, Эйсит, Молтен, там, типа, там, Гранж и так далее. А помнишь, помнишь, вот это вот сейчас мы сюда тыкаем, вот, давай мы возьмём М9 Байонет и мы возьмём Керамбит. Прекрасно показывается, Драгонглаз М9 Байонет есть, Драгонглаз Керамбит тоже есть. Юниверс М9 Байонет есть, Юниверс Керамбит есть, то есть, возможно, следующий нож будет в классических раскрасках. Классические раскраски, почему? Потому что, как бы, ну, это, типа, знаешь, это, типа, дань уважения, все дела и так далее. Потому что, на самом деле, очень много есть классных раскрасок на разные другие ножи, вот мы возьмём вот этого, да, то есть мы смотрим Юкорный Бабай, Якудза, Транзисто, Ристлес, Лакшери, Скрэйч, не, Скрэйч был, а, этот, Риппер, Арктик и так далее, там, всякие, всякие-всякие поужины, допустим, да, там, Сиэй, но есть вероятность того, что там новый нож, давай всё-таки мы будем про новый нож Скельтон, я не знаю, честно, про поводу кукри и так далее, возможно, будет, и мы делали, кстати, я делал раньше видос, где я рассказывал, где зашёл в Юнити Стор, а это, типа, магазин моделек, где, в принципе, разработчики могут, типа, зайти на сайт, купить лицензию на модельки, вот такие вот, и добавлять их в игру, что, типа, этот, М9 Байонет там был в паке, что было в паке, бабочка была в паке, и в паке были кукри ещё, кстати, вот это вот тоже интересно, но, всё-таки, более чем я уверен, то, что это будет, конечно же, новый нож Скельтон, вот, и новый нож Скельтон, опять же, хороший вопрос, кейс, не кейс, не кейс, кейс, я не понимаю, типа, знаешь, вот, меня сбили с толку эти разработчики, мои любименькие, когда на пятилетие игры нам ввели новый кейс, ну, всё, ну, обновление следующее, крупное, масштабное, выходит без ножа, конечно, будет немножко грустно, немножко пусто, но, возможно, опять же, оперативники, если про оперативники мы тоже поговорим, оперативники, это должно всё исправить, но, не знаю, оперативники, это настолько классная вещь, я очень надеюсь, что разработчики подошли к теме оперативников, ну, типа, скины на персонажа, да, максимально, как говорится, максимально плотненько, максимально плотненько, максимально жёстко и так далее, вот, поэтому, знаешь, вот, 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 трейлер всё покажет, я, я безумно сижу, жду трейлер, понимаешь, сижу, жду трейлер, потому что трейлер выйдет, и мы увидим, какой будет нож, я очень сильно удивлюсь, Если это будет не скелетон, не куколь Это будет какой-нибудь другой нож Кстати, напишите в комментариях, какой нож вы ждёте В Stand of 2, я лично жду прям скелетон Но вот я хочу, я хочу вот эту вот анимацию Я человек, который Типа играет в различные другие шутеры Я знаю, как офигенно Выклеить скелетон Скелетон, если что, как и другие ножи Реально существуют в реальной жизни Вот этот вот скелетон, можно крутить его Вот это вот, да, понимаешь Вот, анимация будет балдёвая Сам нож будет балдёвый однозначно Всякие, ну ладно, давай так Если не драгон глаз, крэч Скелетон поужин Я хочу скелетон поужин Мне очень нравится рассказка поужин Вот, вот, вот эта рассказка Мне очень нравится, пожалуйста, ведите эту Рассказку для скелетона Ведите эту рассказку для какого-нибудь ножа Мне очень дико нравится этот Эта рассказка, и мы видим то, что Ребятам тоже очень сильно нравится, потому что В принципе, что у нас поужин, по-моему, самый дорогой Из кунаев, да, поужин Он самый дорогой из Куная. Почему? Потому что, ну, типа, классная раскраска. Классная раскраска. Офигенская раскраска. Вот. Поэтому видите поужин. У нас есть эйсиды. Правда, дуал дайгерсы эйсиды. Но это, знаешь, это у тебя отдалённое похоже на поужин. Вот, 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 если скелетон. Если скелетон. Хотите поужин? Я очень сильно хочу. Напишите своё мнение в комментариях. Я очень сильно хочу поужин. Понимаешь? Вот. По поводу оперативников тоже интересно. Знаешь, вот если, блин, батл пасс, то там оперативники. Я хочу видеть... Знаешь, почему-то именно вот кейс новый хотелось бы видеть. Новый кейс вот именно с ножами, да? Как бы если вот ножи, то это в кейсе. Я так подумал, типа, блин, кейс по-любому надо. Водить это 100%. Надо граффити капсула водить. Надо водить оперативников. А оперативники куда? Пока что по тестовым мы ведём, например, в батл пасс, да? Ну, чисто как бы ради интереса. Потому что помнишь, как бы вот у нас граффити, ну, типа, граффити вышли. И куда их добавили? Правильно, сначала в БП. Для того, чтобы просто дело протестировать. Потом, конечно же, будут граффити паки. У нас будут вот здесь вот. Кстати, для рынка, на рынок уже граффити паки добавили. Да, вот они, граффити. Типа, граффити паки, граффити капсулы. Заходишь и видишь, у нас, типа, две граффити капсулы, получается. А надо ещё и в магазин водить. Рэмбо стикер пак, нафиг уже давайте на рынок. Нафиг он нам нужен. Блин, похоже реально. Похоже реально на то, что в 0.20.0 у нас магазин будет вот так вот крутиться. Потому что, в принципе, новый, новый кейс надо добавить. А значит, новый бокс надо добавить. А значит, ещё и граффити пак нужно добавить. А это всё нужно в магазин зафигарить, типа, и так далее. Что-то мне подсказывает, на самом деле, то, что 0.20.0 будет самой крупной обновой вообще за всю историю Stand Off 2. Потому что новую карту переделает Сэнстоун, новый спин, это однозначно Эксельболт. Я хочу новый спин. Я человек, который хочет выбивать всё, что только можно выбивать. Карта, переделанный Сэнстоун, что? Спины, да. Батл пасс, кейс, граффити капсула. Я не знаю, нифига. Это уже как бы, это уже 6 нововведений, понимаешь? А там ещё могут, там, переделанные текстуры, улучшение настроек графики, улучшение анимаций, там, улучшение, там, сетевого кода игры. Клиент-сервер, возможно, в бету выйдет. Я очень сильно этого надеюсь и очень сильно хочу, потому что я смотрю турниры по Stand Off 2. Если что, как бы, есть канал Stand Off 2 CyberSport. Давай ссылочку тоже, как бы, прикреплю в описании. Ранее, я очень хочу, как бы, клиент-сервер, чтобы, там, ребятушки, киберспортсмены, там, ба-ба-ба-ба, чтобы никаких не было, там, пролагов, завессонов и так далее. Так. Use Purple Come As A Dragon. Невя себе. В общем, у игры огромнейший потенциал. Знаешь, почему я обожаю Stand Off 2? Вот, ну, не потому что игра такая вот, такая вся, раз такая. А потому что у игры огромный потенциал. Вводить еще здесь есть еще. Мне кажется, это то, что у разработчиков прописаны обновления уже на три года вперед. Реально, вот на три года вперед новые карты надо добавлять, надо старые переделывать, надо модельки добавлять, новые старые переделывать, надо анимации добавлять, новые старые переделывать, понимаешь? Вот, вот за это я обожаю Stand Off 2, потому что Stand Off 2 два года назад один, а Stand Off 2 сейчасшний, это уже, ну, типа, другая игра. Это уже максимально визуально другая игра, вот, поэтому, как бы, я это и обожаю. Знаешь, я каждый год играю, ну, типа, я уже сколько лет играю в Stand Off 2, я понимаю то, что она меняется, 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 все в лучшую сторону. Помните, Stand Off 2, помните, когда вот мы ждали обновления 0.11.0, ёкарный бабай, помните, вот это вот бета-матчмейкинга был, блин, алды, ребята, привет, вы еще смотрите меня, я очень на это надеюсь. То есть, когда мы сидели, там криво-косо было все сделано, сейчас вот тебе, вот тебе, и союзники, и соревновательные, все выбирай, все, здесь очень много режимов, хотя я помню, три режима это был, что у нас, командный бой, закладка бомбы был, и у нас гонка вооружения была. Да, 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 помните, три режима всего в игре было, соревновательный, союзников не было, тренировки не было, эскалации не было, бизнес-майперов не было, аркады тоже не было. И тут, как бы, проходит какое-то определенное количество времени, и игра совершенно по-другому играется, совершенно по-другому чувствуется. Вот за это я просто обожаю Stand Off 2. И опять же говорю, 0.20.0 снова сделает игру просто, ну, знаешь, неузнаваемой, сделает игру просто краши, краши и краши. И на самом деле, очень много чего нужно вводить, однозначно очень много всего. Как минимум, вот точно, 100% что я жду, ладно, хрен с ним, давай так, если там ножа не будет, потому что, на самом деле, ну, все равно есть какой-то процент того, что нож не введут, потому что, опять же говорю, шарпкейс есть, есть у нас дуал-дайгерсы, вот у нас новые свежие ножи, открывай, не хочу, как говорится, да, но оперативники, оперативники, это удар под дых, оперативники нужно вводить, если оперативники не введут, это удар под дых, разработчики, реально, я хочу оперативники, потому что оперативники, они заканчивают образ, понимаешь, то есть, допустим, я захожу в игру, я что делаю, там, типа, покупаю оперативника, все, я там, 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 допустим, какая-нибудь девочка какая-нибудь, да, Я хочу женские персонажи, понимаете, парни Вот, я купил перчатки Я купил скины, я купил нож Всё, я совершенно, типа, знаешь Я совершенно отличаюсь от других игроков Вот это было бы просто Супер-мега-классно Просто супер-мега-классно Обязательно комментарии, парни Обязательно какие-то вопросы задавать Потому что, на самом деле, я очень много знаю, что про игру То, что я могу вам говорить Я говорю, то, что я не могу вам говорить По каким-то причинам Там, допустим, если я вам что-то скажу То меня нафиг забанят Потому что какую-то секретную информацию Я всё равно знаю, мне нельзя это дело рассказывать В общем, обновление Совершенно, совсем скоро, меньше месяца осталось Через две Две недели должно выйти Я не знаю, но трейлер должен выйти По трейлеру будет всё видно Обновление 0.20.0 будет Самым масштабным, самым крупным Обновлением за всю Историю Stand of 2 Потому что, на самом деле, я помню Вот эти вот там, типа, первые сезонные обновления Где там, чё у нас там, добавили какую-то карту Добавили БП, да, и так далее И всё А сейчас, типа, фигали Туда-сюда, там, всякие там, это, изменения моделек Там, новое оружие Тоси, боди, да, трейлер тебе На, красивый Вот, и вообще всё по красоте Аксельбол двигаются в правильном направлении Я люблю то, что они делают И я в нетерпении просто того Что, как бы, ну, увидеть, что Подготовили на 0.20.0 Спасибо большое за просмотр У микрофона был Веля Обязательно лайк Подписка на канал с колокольчиком Плюс комментарий Комментарий, это прям 100% нужно Потому что, если ты не напишешь свой вопрос А вдруг этот ключевой будет вопрос К отгадке Обновления 0.20.0 Обязательно пиши Комментарий Ну, а у микрофона был Веля Спасибо большое за просмотр Всем удачи, ребята И... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok